Итак, всем привет, с вами Дубга, мы продолжаем играть за Японию в Кайзер Швезду И у нас строится наше демократическое государство, либералы у нас в правительстве Исправляем нашу экономику, заебаться больше ей не будут править Но вы если вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же продолжаем, поехали И смотрите-ка, в Фонтяне там есть какие-то проблемы, наша шахта какие-то там огромные ресурсы добывала Какая-то случайная ферма немножко пострадала, а рядом и Фонтян теперь грустный Ну как так? Ну, очевидно, шахтеры правы Мы продолжаем расправляться с нашей реформой Я так понимаю, если мы много сделаем прогресса А, ну кстати, вот это Давайте вот эти кнопочки продолжать нажимать И я так понимаю, чем больше мы сделаем реформы, тем больше у нас получится бафа под конец И может популярность, стабильность, не знаю, так что будем нажимать кнопки, пока нажимаются Получаем бюрократическую экономику, очень сильный баф на самом деле И спешим сразу идти дальше Я думаю, начнем мы с как раз таки цивок В общем, было бы неплохо их побольше получить Очень такими быстрыми шагами, я думаю, мы развиваемся В этом также, я думаю, помогает тот факт, что мы очень много продаем нашего снаряжения Что бустит нашу постройку, что бустит производство самого снаряжения Очень выгодно, на мой взгляд, так делать Особенно в синглплеере продавать что-то ботам вообще безобидно для вас Дальше идем в бафчик на ресурсы И как раз подойдем к нашему офигенному фокусу на пятую инфраструктуру В очень многих сайтах Это действительно сильно будет И у нас тут готово вот это решение на скорость исследования И вот это на бафчик нашего снаряжения Штаб у нас пока что не улучшается Кстати, дальше, смотрите, больше только И 38 воинозаводов, да, это уже будет не совсем скоро Но это и будет еще давать нам 5% Очень крутые, на самом деле, штуки Я точно не пожалел, что взял длины план войны А также мы начинаем подстраивать синтетику Потому что нам определенно она пригодится Мы, конечно, в один момент получим, скорее всего, доступ к Резине и топливу Но до этого момента нам нужно будет как-то получать его Смотрите, как мы получаем стабильность и палитку 446 левочков было арестовано у нас Ну что ж, значит, не просто так Что я могу сказать? Прекрасный бафчик мы там взяли Можем теперь взять еще один прекрасный бафчик И параллельно с этим, смотрите, скорость постройки Там еще скорость постройки Два воинозаводов, две верфи И 5к по опять скорости роста Наша экономика очень прекрасна Ну и мы продолжаем Все, появляется у нас новая кнопка И мы, в принципе, продолжаем ее нажимать И видите, у нас улучшается уровень стейтов То есть стейтах можно будет строить больше Не только по слотам Это отдельный баф Но именно по типу слотов Так что мы здесь застроимся, думаю, очень жестко Еще один инцидент у нас Как много там красных? Хороший вопрос И мы продолжаем арестовывать Но слушайте, там было 400 И тут осталось 38 Так что, ну, в целом Я бы сказал, не все так плохо Выходим мы теперь вот в эти два бафа Может здесь еще 5к по После чего наша экономика станет космической И мы уже, наконец, я думаю, пойдем по политическим фокусам Точнее, по дипломатическим И мы, наверное, чуть-чуть по военным Вот у нас здесь мало чего реально интересно И Фантин хочет начать войну Конечно же, мы их поддержим И они уже вступили в войну Достаточно быстро, на мой взгляд Хотя у них в два раза больше военных золота Так что все не так уж и плохо Другой вопрос в том, что там, наверное, сейчас появится объединенный фронт И тогда все станет достаточно плохо Ой, у нас закончились все вот эти вот решения И максимально мы все модернизировали Отлично Избавляемся от дебафа достаточно важного Бонзай, бонзай, бонзай И получаем, да Очень много, на самом деле, слотов Там тоже есть слоты Прекрасно строится, она будет где А еще сделаем вот этот вот фокус Который даст нам ресурсы, которых начинает Немножечко не хватать И против нас готовит National Revolution Recoverment Это вот эти ребята готовят против Наскоба Видимо, против Фантяня Но когда они пока что выйдут между собой Нам это достаточно выгодно Идем мы в Хакаичи, чтобы открыть сферу К процветания Потому что это тоже даст нам бонусы на ресурсы ТНП и, по-моему, Фактори Output Что все нам, в общем-то, и нужно Или Фантян хочет у нас оружие Да, мы дадим ему некоторое оружие Без проблем, это даст нам вроде как Некоторую поддержку С Фантяня То есть там по партиям считается И, как вы могли уже видеть на заднем плане Фантян победил А точнее, я бы сказал, проиграл Цинь Потому что он воевал на три фронта И не смог справиться И мы приглашаем на Токийскую конференцию Странное, но Никто не пришел на сотку Она приходит в Филиппины Добро пожаловать Сиам приходит, добро пожаловать Итак, они, скорее всего, поддержат? Да Экстримные лайки А здесь точно Ну, я думаю, они и так Поддерживают нас в том, что Чёртовы империалисты вторгаются в Азию И нужно с ними что-то делать Так Нет Они на всё согласятся, я уверен Сразу сделаем экономическое бюро в Ассаке Также мы арестовали ещё синдикалистов Это правильно И Так, что тут у нас Да Я думаю, они на всё согласятся и так И Филиппины говорят нет Чёрт Ну, ничего Мы заставим их сказать, да Воен-Альянс Надо готовиться к миру И можем их сразу пригласить Они соглашаются Прекрасно Давайте сделаем вот эту вот миссию Начнём её Построить наш план по флоту У нас, в принципе, достаточно близки мы к нему Нам нужно построить ещё два авианосца Три патвок грузера Шесть тяжёлых крейсеров Три лёгких И тридцать эсминцев Что у нас уже наполовину готово на самом деле За это мы получим очень приятную скидку на рефит И на скорость починки Самое главное восстановление кораблей Что достаточно редкий баф, но он работает Вместе с вот этим бафом, на самом деле, мы зарефитимся очень быстро И я, наверное, подоследую третий, четвёртый лвел кораблей Чтобы движки поменять на старых, на новые Это не очень выгодно, но с такими бафами в целом есть смысл И смотрите-ка, из Шанхая к нам пришли новости, что Эти вот города хотят разведать что-то с фонтянем И мы можем сказать им нет И как бы на этом всё закончится И можем сказать, что ладно, они независимые Разведывайте И никому нет дела Поэтому фонтянь только глубже, таким образом, в наши руки попадёт По крайней мере, так написано в венте Ну что ж, попробуем, поверим Правильно, кстати говоря, я стараюсь раскачать наш концерн флота Именно наших вот этих вот авианосцев Чтобы потом его рефитнуть И получить максимальную скорость, чтобы они были очень-очень хорошими Это также будет работать на крейсерах, которые также строятся под этим концерном Ну и, в принципе, рефитовать мы будем всё равно с этим концерном А ещё у нас готов вот этот баф на скорость исследований И я узнал таким образом, что у нас всего три есть этих уровня Так, и приглашаем наши полузависимые государства в нашу сферу Ко-процветания И они соглашаются Таким образом появляется тот самый баф Очень приятный 11 Самое главное морского аутпута Это очень вкусно Что я могу сказать? Давайте начнём думать про внешние территории Крайней мере, те, которые можем взять без боя Мы, я думаю, обязательно их возьмём На миссию у нас очень много времени За это я точно время успею всё сделать И мы закончили переключение наших ЖРТ Теперь у нас есть вновь множество ресурсов Это приятный для нас баф Особенно на дистанции Кстати говоря, Гавайи тут имеются И Гавайи находится Посмотрите, в каком интересном состоянии мир Гавайи, которая контролирует все, в общем-то, острова Находится в союзе с Интернационалом При этом Мексика точно так же там И Америка в этот момент воюет со всем этим чудом И Интернационал воюет в Америке Господи, что с этим миром будет? Я не представляю Но он будет точно очень жёстко шататься Давайте начнём, пожалуй, с Филиппин Хотя я бы ещё, наверное, хотел докачать, наверное, наш флот И взять себе баф на исследование Краски авианосцев, линкоров И, может быть, ещё эсминцев Ой, можно утраивать добровольцев в восстании Инсулиндии? Конечно, конечно Они пытаются освободиться от гнёта колониализма И мы им, конечно, поможем, насколько это возможно Да, я здесь почти всё, что хотел, да исследовал И развалился наш союзник на Дальнем Востоке Мы просто себе забираем территорию под нашу марионетку Кусочек нашей марионетки, по крайней мере Ладно И в итоге в России победила страна без фокусов Конечно, она всё ещё будет не суперслабой Но она будет слабой, да Потому что здесь будут проблемы И, мне кажется, да, с национализацией всего этого И с тем, чтобы армию поддерживать Потому что у них здесь должен быть Ладно, у них нет Они могут распускать что-то, но в любом случае вряд ли смогут Так что здесь сейчас всё будет просто гореть И очень-очень долго восстанавливаться И великое нападение 39-го Блин, ну это грустно Ой, смотрите-ка Вот эти ребята Нашу территорию хотели здесь забрать Мы им покажем, что так делать однозначно нельзя О, Азия для азиатов Прекрасно Берём себе Легейшн-Сити Действительно, они выбрали единственный путь Путь Японии Они приходят на марионетки И таким образом наш баф становится ещё сильнее И наша восстка готова Давайте попробуем Займём здесь порт Если получится Я надеюсь, получится То дальше сможем разбить наступление Ну, флот должен поддерживать Да, в теории он идёт прямо за ними Это морпехи Я не ожидаю там, да, сильного сопротивления Я оказался прав Хотя тут, конечно, и плохая погода И плохая местность Но всё равно мы высадились А значит мы справимся А там Альцасский ультиматум Нам он не сильно интересен прямо сейчас Мы же идём во всех направлениях И улучшаем наши как раз-таки морпех Я думаю, так филиппины Не соглашаются И мы сразу беляем в войну Я вот этого, если честно, не ожидал вообще Но допустим Дело в том, что я Сделал парочку вещей А именно Видите, у нас 3, может быть, 28 морпехов Сделал здесь морпехов Взял здесь фокус на спец войска Сейчас возьмём здесь павчик И потом, я думаю, возьмём себе Подраскачиваем вот эти вот Собственно говоря, доктрины Хотя можно Чё нам ждать? Можем уже это всё начать И вот мы полностью закрыли наших маринов Можем мы в итоге сделать себе 51 дивизию морпехов Вы понимаете, через что мы будем играть в эту игру Э? Якуты хотят от нас получить оружие Этот якут весьма умён Посмотрите-ка У нас есть возможность сделать перерод фонтяни И я делаю это Потому что Если это не сделается То потом он отколется Скорее всего Попробуем сделать вот так Посмотрим Может получится Может не получится 17 членов Нашего кабинета Были арестованы Потому что они С леваками Да, действительно Кажется уже слишком подозрительным Ну и чтобы заново не обучать Нет, ладно Мы не можем делать Не обучать По той простой причине Что тогда у нас Лимит немножко сломается Хотя нам, конечно Не нужно так много дивизий Поэтому всё-таки Давайте, да Где-то такую Двадцаточку Можно спокойно переделать В морпехов И не париться Ой, у нас есть Невероятный Баф на армию Посмотрите Здесь в дуках Обычно ты берёшь Прорыв в среднем Ну, иногда что-то другое А здесь есть Рекавери рейд Минус потери С опыта Плюс Инициатива Плюс Уменьшение дебафов От территории Это очень сильно Ну давайте Пойдём вот сюда Пожалуй Нам бы Уже вот эти кнопки Все пора нажимать Они вроде как Прикольные И я думаю Насчёт филиппинов Тоже пора бы Наверное И на филиппины Готовить выстку И всё Эти 22 девизи Отправляются На подготовку к выстке А там Антанта начинает воевать Германия Точнее Начинает воевать Нам это всё На самом деле Крайне выгодно Потому что Сейчас все силы Будут сконстрированы На Европе И Америке И мы сможем Успешно Посвобождать Всю Азию Как и было задумано И всё Всё становится Ещё хуже С этими наводнениями Это невероятно Грустно На самом деле Нью-Йорк Просит нас С помощью Ну давайте Немножко Отправим Чего можем Как он вообще Выглядит Этот Нью-Йорк Там у нас Справится Маркус Объединённое Африканское Националистическое Движение Жесть И вот у нас Открываются Кнопочки Нажимаем Этум Фокусы дальше Пока что Не исследованы Ещё скоро Следуем Доктрины Тоже исследуем Начинаем Разгонять Нашу Военную Мощь Кстати говоря Тоже ребята Готовы Единственное Нужно чтобы генерал Прибыл Генерал На месте Планирование Кстати говоря Мы набираем Это Приятно Представляем Здесь флот На поддержку Высадок Как раз таки И эти самые Высадки Начинаем Успешно Без особых проблем Я чувствую Мы здесь высадимся Да Невел пеналти Всего 5% То есть В основном У нас проблемы Конечно же С совместностью Неудивительно Так что Я бы сказал Наша морская доктрина Покажется Показывает себя Отлично Хотя мы Сражаемся Против Небольшой Не сильно Хорошо подготовленной В военном плане Армии Страны Точнее Так что Я думаю Прям Продемонстрировать Как Насколько Это хорошо работает Мы сможем Попозже Когда мы Воевать И насквозь Германия Америка Введение Буквально Всего подряд Сразу Что мы высадились Все что только Можно И Захватываем Это все Параллельно Еще Якуды Капнули Вместе С филиппинцами Они что были Потом Альянсе Ну и что На этом Можно Подокончить Нашу Текущую Серию Наша Армия Готова Мы Мобилизовались Экономически Тоже Начнем Начнем Следующей Серии Забирать И Освобождать Азию Начнем Пожалуй С Гавайи Я думаю Потому что Это самая Простая Цель А затем Перейдем К всяким Здесь Колониям Интернационал Точнее Рекс Пакта Всякими Фонтантами Закусим Ими Всеми Ну а с вами Был Дубкей Обязательно подписывайтесь Если вы еще вдруг Не подписаны Лайк Комментарий Ты же скоро Пусть Все как обычно И до скорых встреч Всем пока